Яна Витохина пишет нам, как должно быть организовано дистанционное обучение. Должны учиться на Я-класс, учитель должен проводить онлайн-уроки или есть какой-то иной способ? Где это прописано? Начнем с того, что это прописано в ряде нормативных документов, которые существовали и до этого момента, когда мы пришли массово на дистанционное обучение. Это и прописано в законе образования Российской Федерации, это прописано в приказах Министерства просвещения, это существуют отдельные методические рекомендации, ну и, соответственно, наши нормативные документы регионального уровня, которые рекомендуют всем образовательным организациям принять свои локальные акты. Ну вот, если это говорить официальным казенным языком. Соответственно, вся нормативная правовая база, она существует. Но нужно сразу сказать о том, что в такой ситуации, вот такого масштабного, массового обучения с использованием электронных средств обучения, с использованием дистанционных технологий, мы оказались впервые. И, соответственно, мы понимали и сейчас понимаем, что необходимо вносить необходимые или коррективы, или же принимать те решения, которые приведут к улучшению ситуации. И это ровно этим мы сейчас и занимаемся. Поэтому я бы советовал Яне и всем остальным обратиться к нашему порталу distantvrn.rf, где мы попытались еще в конце марта собрать все необходимые ресурсы, собрать все необходимые советы, все ссылки и все рекомендации, которые существуют на территории Российской Федерации, для того, чтобы можно было получить некое, знаете, одно окно, то есть или одну точку входа, для того, чтобы оценить, что нужно и как нужно делать. И заканчивая свой ответ по поводу платформ, у нас нет какой-то одной платформы, единой как на территории субъекта, так и на территории Российской Федерации, и каждая образовательная организация самостоятельно выбирала эти платформы, учитель. Но мы сейчас уже пришли к пониманию тому, что очень сложно, когда ребенку рекомендуют использовать материал 3, 5, 6 платформ, но это очень тяжело. Поэтому мы сейчас рекомендовали, учитывая опыт первой недели массового дистанционного обучения или обучения в данном формате, все-таки брать одну платформу основную, как для получения материала, так и для коммуникации. Это разные вещи, да, то есть я думаю, что коллеги меня тоже поймут. И одну делать запасную или одну-две резервные. Ну, потому что, надеюсь, такие вопросы тоже будут, или, может быть, уже более-менее наладилась техническая сторона этого вопроса. Конечно, первые дни нам показали, что техника не выдерживала с точки зрения количества обращений. Сейчас уже многие владельцы платформ технически этот вопрос исправили. Наталья Вошина пишет нам, как организовано обучение детей-инвалидов. Это очень сложная, очень такая зона проблемная, причем для всех. Мы понимаем, что это за категория семей. Мы понимаем, что вот здесь-то как раз впрямую использовать многие технологии, которые мы используем для массовой школы, невозможно. Это отдельные рекомендации, которые выданы в том числе на федеральном уровне. Есть отдельный сайт института федерального, который дал в том числе рекомендации родителям. И здесь все зависит от индивидуального подхода. Вот мои коллеги стараются найти этот подход каждому ребенку. Есть примеры, когда, ну, есть некие развивающие вещи, которые они используют либо в школе-интернате, либо, если это инклюзия в школе, если ребенок с ОВЗ обучался в школе. Допустим, как вариант, да, то есть слабовидящий ребенок, у него обязательно должна быть усиливающая лупа, да, то есть для того, чтобы в том числе не компьютер, а читать. Мы рекомендовали, я думаю, и не думаю, а знаю, что уже многие это сделали, они передают на временное пользование это оборудование, чтобы оно было дома. Или, допустим, там материал, который позволяет развивать ребенка. Это или какие-то тактильные вещи, да, то есть тоже их можно, ну, там, где это можно переместить, да, то есть тоже используется для того, чтобы в индивидуальном порядке сопровождать ребенка. Ну, конечно, честно, если откровенно сказать, что это достаточно сложно. Вот там как раз, еще раз повторюсь, впрямую, там, введение или общение по скайпу, да, то есть или там общение в каком-то чате, да, то есть, ну, наверное, нужно понимать, и коллеги как раз все понимают те ограничения, которые, или особые образовательные потребности, которые существуют у этого ребенка. Елена Гусева пишет нам, можно ли освободить детей от ИЗО, физкультуры, музыки. Весь день мы делаем задания по основным предметам. Ну, во-первых, такие рекомендации мы также выдали, и здесь мы четко говорим о том, что как раз этот материал, ну, вот по этим предметам, у нас не бывает, кстати, там, второстепенных, или там, важных, или все предметы важны, но мы прекрасно понимаем, что возможности для работы с учебным материалом по, там, физической культуре, там, изобразительному искусству, они меньше, чем по другим предметам. Поэтому здесь есть масса примеров того, как учителя грамотно выходят из этой ситуации, не выдавая огромное количество вот как раз той самой, того самого домашнего задания. Кстати, мы специально брали во всех своих документах «домашнее задание» в кавычки, потому что, ну, этот термин сейчас не правомочен к использованию, да, то есть ребенок находится все время дома, да, то есть ему еще выдавать, там, прочитать пара в такой-то виде как «домашнее задание», но это некорректно, как минимум, да, то есть, а как максимум, ну, не совсем профессионально. Поэтому мы все-таки говорили именно об организации совместной деятельности всех участников вот этого процесса, не деля это вот здесь урок, а здесь домашнее задание, ну, это совсем неверно. Поэтому вот здесь как раз задача моих коллег-учителей физической культуры в большей степени простимулировать и организовать двигательную активность ребенка. Он находится вот в этой комнате весь этот день, да, то есть здесь как раз ему задача все-таки, используя различные современные элементы, ну, допустим, ну, смотрите, вот тот самый челленджер, я не знаю, вы видели или нет, когда, это как раз рассказал, я его не видел сам, несколько дней назад мы проводили завершение конкурса «Учитель года» в том же самом дистанционном формате, да, то есть, и как раз учитель физкультуры, финалист, да, то есть он рассказал о том, что, ну, вот я своим детям и со своим ребенком сначала попробовал, да, а потом дальше уже направил это своим ребятам, с которыми он работает, это вот по поводу одеть футболку, стоя на руках, да, то есть, ну, почему бы и нет, либо же, там, другие массовые варианты связаны с тем, что давайте начнем, мы будем учебный день начинать не только, там, с утреннего чаепития, мы это так называем, когда, там, ну, если это возможно, общая конференция, там, там, в 9 утра, да, то есть, а давайте мы начнем это с полдевятого, с зарядки, да, то есть, и учитель физкультуры как раз ее проведет, и такие примеры, кстати, есть, да, то есть, и они реально мне, ну, просто знакомые, просто коллеги по работе или с кем-то общаясь в правительстве показывают, то, ну, тоже я, как бы, мониторю эту ситуацию, да, то есть, и понимаешь, что, то, будь у тебя были обращения, ну, когда же вы все-таки это сделаете, то он мне показывает, ну, вот, смотрите, знаете, какое классное, значит, мотивирующее видео прислал учитель физкультуры, да, то есть, он не требует, кстати, реферата, вот здесь я прям буквально пользуюсь моментом, наверное, обращусь к коллегам, коллеги, ну, мы успеем с вами изучить технику броска мяча в кольцо на следующий год, да, то есть, давайте мы сейчас займемся другим, хотя учитель физкультуры выполняет свою работу очень классно, и таких по каждому примеру могу здесь давать некие, там, не то что рекомендации, но размышления, но, поверьте мне, справляемся, да, то есть, с этой ситуацией, я думаю, что многие коллеги это услышат.